У нас у каждого есть в нашей планете своя вибрационная воронка. И вот эта вибрационная воронка, мы в ней крутимся, вернее, в ней живем, и она нас подпитывает с земли. Почему? Когда тяжело, когда какие-то моменты с тобой наступают. Самое простое, что можно сделать, это выйти даже в городе, найти какой-нибудь газон и встать босиком на этот газон, на землю. Когда ты становишься босиком на землю, то хочешь ты того, не хочешь, веришь в это, не веришь, вообще тебе абсолютно не важно, ты начинаешь заряжаться вот этим вот состоянием планеты, то есть ты начинаешь входить в эти вибрации, в свои вибрации причем. И вот ты находишься в этой воронке. Мы все прямоходящие человечества. То есть у нас у единственного рода на этой земле, у которых позвоночник вертикальный, у единственных. Я смотрела у различных животных, у кенгуру, у жирафов, там вот такие вот, у них тоже, наверное, не горизонтальный, вертикальный. Нет, у них тоже у всех получается горизонтальный позвоночник с определенными изгибами. В общем, мы единственные с горизонтальным позвоночником. Именно поэтому наше естественное состояние, вот такое вот, то есть позвоночник идет все время вертикально. И когда ребенок лежит, спит в утробе матери, развивается, он тоже идет с вертикальным позвоночником, но головой вниз. Почему головой вниз? Он еще идет на приеме той информационной волны, которая идет из земли. Он поглощает все вот это вот, весь космос, свой космос из земли. И потом, когда он уже рождается, он уже готов принять уже другую сторону видения всего. То есть он уже идет на расширение. И именно поэтому, когда смотришь на кошек, на собак, там, неважно на кого, и ты видишь, что они, например, там спали, да, их позвали кушать. Вот там элементарный, их позвали кушать. Они подскочили и тут же побежали. То есть у кошки нет такого, что она подскочила, она такая, мама, у меня закружилась голова, сейчас подождите, подождите, я сейчас отойду и дальше пойду. У нее такого нет. Это ее природа, это норма встать и в любой момент драпануть. У человека такого нет. Если он встает с кровати и вот резко встал, все, у него и выморок может упасть, и искры в глазах, и все, что угодно. Это потому, что он встает из не своей вибрации. И когда мы, получается, мы с своей вибрацией, потом мы ложимся, мы свою вибрационную воронку закрываем с собой, и когда мы просыпаемся, поднимаемся, у нас опять воронка начинает вращаться. И чтобы она начала вращаться, проходит какое-то время. То есть кому-то нужно принять холодный душ, кому-то нужно какую-то зарядку сделать, кому-то нужно кофе попить. То есть все, что угодно мы себе можем придумывать, чтобы ее раскрутить, эту вибрационную воронку. И чем дольше нас у себя нет, это я имею в виду, что когда, например, пожилые люди, пожилых людей очень сложно уже раскручиваться этой воронкой, получается так, даже не пожилых, уже к 40 годам у многих. Он проснулся, и вот у него вот эта вот воронка только раскачалась до его стадии, и уже спать. И все, он постоянно в таком вот состоянии находится. И вроде бы и не спит, вроде бы и поспал, а вот, как многие говорят, вроде поспал, а отдохнуть ничего не отдохнулось. Вот это как раз из этой серии. Продолжение следует...